итак всем здравствуйте девочки всем привет эфир я должна была проводить в телеграм-канале но решила провести здесь потому что там презентация не грузилась видимо так нужно а вообще на самом деле я уже должна быть в отпуске но по самым последним момент я решила что я сама хочу показать вам презентацию своей коллекции своей нового курса для шестого потока рассказать почему именно эти цветы почему именно из этих материалов что мы вообще с девчатами на шестом потоке будем делать а самое главное этот огромный сюрприз который я придумала я расскажу в самом конце расскажу самом конце потому что я очень волнуюсь на самом деле превзошла сама себя уверена что вам эта идея прям очень откликнется если мне эта идея пришла в голову значит ее определенно осилить более что знаки к этому уже пошли со вчерашнего дня как только я приняла эту мысль потому что я ее реализую и готова сегодня объявить и так давайте я представлюсь немножечко меня зовут наталья данилевич мы находимся в аккаунте дома цветочной моды если вы на нас подписаны то вы наверняка уже видели информацию которая поступает практически каждый день о том что у нас сентябре будет 6 поток частично уже что-то девочки мои маркетологи показывали но сегодня я вам хочу показать вообще все вообще все все кто сегодня пришли на эфир вы увидите максимум информации все остальные будут дозировано дальше потом видеть до самого сентября месяца в сентябре я вернусь и 11 сентября мы уже начнем с шестым потоком обучаться поэтому поехали и так шестой поток будет состоит из двух тарифов первый тариф это прета-порте это такая знаете повседневная мода цветы которые можно носить на каждый день с учетом сегодняшней моды на цветы поставьте плюсик цветочек кто знает что сейчас мода на цветы кто вообще в теме и кто понимает о чем я говорю если вам это откликается что цветы в моде вам это интересно просто накидайте мне сердечек и мне будет легче рассказывать вам я буду понимать что мы на одной волне а пока я рассказываю о том что на шестом потоке у нас были два тарифа первый это пред-аппорте что означает это повседневная мода цветы которые можно носить на каждый день и ход кутюр ход кутюр это высокая мода в переводе то есть это цветы которые уже на повседневные образы вы не оденете это цветы которые требуют определенного случая ну и по крайней мере никто ничего не требует да но вот на каждый день вы не выйдете с цветком в 50 сантиметров это просто банально неудобно вот и все итак я вижу что пошли сердечки лайки цветочки плюсики девчат супер я вижу что мы тут на одной волне и мне конечно же сразу стало очень позитивно от этого и так на первом тарифе ход кутюр у нас будет три цветка и на втором тарифе на первом при этом порте три цветка и на втором ход кутюр высокомода 10 в эти 10 входит вот эти же три вот по стоимости расскажу потом сейчас пока вам покажу всю эту красоту которая сделала и так начнем я буду подглядывать я буду в порядке очередности вам показывать выводить на экран что же у нас будет итак первым мы будем изучать с девчатами причем мы идем последовательно все учимся одинаково вместе друг за дружкой и так первый цветок который мы будем делать это чокер это чокер это наш просто хит-продаж знаете есть цветок который просто мы делаем сотнями и они уходят и они уходят шоурумы они уходят в обычные магазины они уходят стилистом у нас их берут в ателье то есть цветы понятные цветы носибельные потому что их можно постирать цветы разных расцветок потому что мы здесь работаем с готовым материалом поэтому это хит-продаж цветы которые не мнутся и это роза в общем здесь слилось все абсолютно поэтому мы начинаем работать хита и на этом первом уроке мы с вами поработаем еще пока с не обработаем материалами мы не будем работать с инструментом на первом уроке у нас здесь будет только обжиг на свече но дается самое главное самое главное правило которое вам пригодится на всю вашу цветочную жизнь это правило сборки розы есть просто закон сборки розы по которой как бы вы не собирали как бы вы потом не обрабатывали лепесточки если вы используете эту этот закон у вас всегда получится не капуста у вас получится розочку вас получится не морковка а получится роза вот это вот винтовая куда хочется смотреть и смотреть это первый урок без инструментов но вот с такой базой знаний мы будем юля аж привет спасибо что ты дошла из телеграма я вижу девочки подходят из телеграма в instagram и так продолжаем первый цветок это вот эта роза она конечно же может быть в разных цветах я сейчас вам покажу еще у меня тут должен быть еще белый посмотрите вот в этой фотосессии я поработал мы работали уже со стилистом это моя первая почему я так делюсь с вами и прям буду благодарна лайкам потому что это моя первая такая профессиональная фотосессия когда я не была моделью я не была стилистом я доверила это профессионалам и обратите внимание здесь что здесь очень много стилистических решений почему я вот в телеграм канале часто мотивирую девочек делать фотосессии это важно это важно вот 50 процентов вы тратите на то чтобы создать продукт и 50 процентов вы должны тратить на что чтобы его красиво презентовать сегодня я здесь с вами с радостью делюсь вот презентации красиво презентация которые не стыдно показать знаете девчат это очень важно потому что цветы бывают красивые что мы видим часто у нас телеграм-канале да девочки делают умницы красавицы вот качественно сделан материал но подачи не хватает подачи и поэтому продукт теряет и за это обидно вот в данном случае хочу показать вам стилистические решения что мы здесь показали мы показали кеды мы показали что чокеры носят в основном молодежь да вот кожаная куртка на девочке кедики на на девочке топик то есть клиент должен узнавать себя просто цветок никому не нужен вы это запомните он никому не нужен и мы об этом будем очень много говорить на курсе людям нужны готовые решения просто сфотографированы на столе цветок в не интересен у него нет продолжения сейчас покажу вам еще сейчас покажу вам еще а вы пожалуйста присылайте мне сердечки лайки я это обожаю чтобы видеть что вам это тоже нравится сейчас поближе вам покажу это тоже тот же самый чокер да из того же самого материала но смотрите девчат как я создала курс весь курс из десяти цветов это все технологии которые известны на сегодняшний день цветодели плюс моя авторская которая пока неизвестна да но и и на самом деле уже начинают копировать об этом я как напишу отдельный пост но мне как бы не жалко шестой петок будет один из первых кто ее попробует и так о чем мы говорим о том что в каждом цветке я зашила не только технологии не только работу с каждым материалом но еще и разные крепления обучаясь на этом курсе вы будете именно дизайнером курс называется дизайнер цветов вы попробуйте и создадите самостоятельно еще и разные крепления мое обучение настроено на то не чтобы выпускать мастеров ремесленников вот просто научить вас делать цветы у меня нет такой задачи очень много уроков таких вот в интернете можно найти можно книги наши взять да у меня задача выпускать дизайнеров таких девчат которые потом дальше создают свои коллекции поэтому мы начинаем курс не знаю как шестым потоком но вот раньше да с девчатами о том чтобы создать свою модборд я уже в начале девчата еще не пришли еще не умею делать а я уже настраиваю на то что они будут дизайнерами они сейчас возьмут мои технологии мои наработки а дальше будут их комбинировать их сочетать и вот тогда они будут рождаться интересные решения чтобы не дай бог не говорили что вот о это учились у наташи даниилевич вот все штампованные я этого не хочу мне этого не нужно я этого насмотрелась этого много в интернете поэтому мои девчонки как раз таки отличаются от всех остальных тем что они звезды они креативят они потом начинают смешивать вот луиза здесь да сейчас луиза перья намешивает луиза комбинирует принты и просто других девчат не вижу просто выпускников это касается каждой вот у нас татьяна с последнего потока вообще сделала невероятно она технологию геляширования наложила на цветок о котором я даже и не думала что там можно и у нас такие коллаборации в процессе с девчонками уже с ученицами происходит потому что я в них сразу верю и закладываю вот это пробуйте подсматриваю где у них получается лучше подвожу и они делают у нас настолько радужная обстановка в группах что очень легко расти когда такое окружение и так давайте продолжим итак теперь второй урок и мы уже с вами поработаем с обработанным материалом это был допустим у нас с вами не обработанный материал да и никаких инструментов следующее но правило сборки розы которая прям фундаментально такой будете знать будете все уметь и так второй урок это цветок дженнифер если чокер у нас был хитом продаж то дженнифер это любимчик это любимчик девчонок уже еще и женщин постарше если чокер больше для молодежи как-то до 35 лет до его спокойно покупают то дженнифер это любимчик всех женщин он нравится и романтичным девушкам которые любят округлые какие-то цветы пышные да он нравится и женщинам 35 и в 55 и в 60 и даже мужчинам к сожалению не подгружу сюда фотографии но недавно мы в аккаунте публиковали вот так добрый день все так интересно ваш аккаунт я нашла совершенно случайно еще пока не совсем понимаю зачем мне это не нашла стоимость смотрите оставайтесь пожалуйста я как раз сегодня спонтанно решила выйти и все рассказать перед отпуском об этом курсе из первых уст поэтому если вы будете задавать любые вопросы я вам буду благодарна мои маркетологи стараются девчата все это публикуют но невозможно да в одном посте рассказать обо всем и о продолжительности и об инструментах материалах и о стоимости поэтому я сегодня отвечу на все вопросы итак второй цветок дженнифер и что мы на нем уже с вами изучаем мы уже изучаем апретирование тканей на этом хорошем сочном уроке мы с вами научимся обрабатывать любую ткань подготавливать любой материал который у вас есть вы можете даже из дома взять очень к нам любят приходить портные у нас даже лозунг уже мои ученицы придумали из отходов доходы потому что из обрезков ткани мы создаем цветы так вот мы поработаем с вами как синтетическими тканями так и с натуральными так и как в данном случае с денимом поработаем вообще в этой коллекции 6 6 потока будет деним настроение деним почему потому что я смотрю тренды и я всегда даю ученикам самые свои продаваемые коллекции цветы это и отличает мне не интересно мне интересно чтобы мои ученики сразу давали классные результаты поэтому я ему даю лучшее так вот лучшее что на сегодня может быть это работа с осенними материалами поэтому мы поработаем с вами с денимом и позже на курсе я расскажу еще с какими материалами новыми мы тоже с вами поработаем итак вот это дженнифер да здесь мы видим ее немножечко округлую здесь мы уже с вами будем использовать литоны новый способ обработки и это второй урок дальше давайте посмотрим что еще да есть еще и тот же цветок но в другом цвете и он будет смотреться совершенно по-другому я просто вам сейчас хочу показать одну фотографию вот смотрите это все тот же самый цветок дженнифер номер два на котором апретирование изучаем еще нет никаких инструментов и он просто сделан из другого материала и чуть чуть изменена выкройка о том как создавать выкройки я также в конце курса учу и мотивирую девчонкам и даю последнее задание оно такое знаете вольное когда я говорю о том что девочки вы сами можете создать выпускную работу и я буду с вами в этот момент я буду вам помогать это не все соглашаются на самом деле потому что это не просто но я к этому подвожу чтобы создавали свои цветы и как делать выкройки самостоятельно я тоже рассказываю и так дальше это был второй урок третий урок мы помним что это все линейка пред апарте это все повседневные цветы которые можно носить на каждый день и третий цветок это у нас камелия это камелия в стиле шанель это камелия по мотивам шанель и здесь мы опять с вами видим джинс на самом деле это знаете как сказать что это самый простой цветок да из пяти грубо говоря лепестков но он сам математически тонкий точный точный здесь нельзя отходить нельзя отходить от выкройки абсолютно если во всех остальных цветах я все время говорю девчата давайте докрутите давайте что-то свое добавьте то здесь нет этот цветок любят девчата которые такие знаете очень любят точность ну и этот цветок им с благодарностью ответит потому что если его собрать точно и мы поработаем здесь с твидом если его создать из хорошего материала из дорогого мы отправляем об этом расскажу в конце но сейчас да мы отправляем своим ученикам все инструменты и материалы чтобы они не искали ничего и я не скуплюсь никогда на инструментах материалов я отправляю самая лучшая поэтому в камелии которая из твида у вас будет отправлен именно твид твид настоящий сейчас я поищу вам фотографии чтобы показать как это выглядит сама часто ношу сейчас одну секундочку вот здесь камели сделаны из белого твида а как ухаживать за вашими изделиями так хороший за такими изделиями хороший вопрос очень частые на самом деле вопрос это украшение это украшение ручной работы поэтому они требуют бережного ношения в коробочке не простой вопрос потому что хочется же быть и красивой да и на каждый день при этом практичность поэтому я разработала технологию уникальную технологию которой до меня никто не делал и это подтвердят на самом деле все цветочницы да я придумала технологии по которой можно стирать цветы вот поэтому всегда уточняйте своего мастера ваш цветок можно стирать или нет раньше до весны этого года цветы стирать было нельзя вот теперь есть такая технология вот я ее придумала ношу на себе показываю потому что это мое детище и это цветы которые можно стирать этот цветок стиранный уже несколько раз потому что я его ношу с весны да на сумочке и он не потеряет форму уникальная технология но отвечая на ваш вопрос хранить в коробочке не подвергать воде если это цветы сделаны по обычной технологии теперь благодарю благодарю это очень приятно а еще это ну мы придем это следующий цветок к которому мы придем я его перенесла в ход кутюр потому что это можно отнести на самом деле к претапортек повседневной моде вот я ношу на каждый день но это новая технология которая на самом деле требует навыка требует навык как показали мои первые кто попробовал технологию это был четвертый и пятый поток и вот шестой поток будут тоже первыми кто уже будет в ней работать так вот девчата четвертого и пятого потока прям трудились прежде чем у них получилось это красиво им пришлось сильно постараться поэтому я переношу цветок хлои он называется в шестой в шестой ой переношу в линейку ход кутюр высокая мода давайте мы к нему и перейдем с вами по камеле я вам показала все что хотела мы переходим к следующему цветку хлои и это уже высокая мода итак давайте с вами посмотрим вот так это украшение не только уникально тем что его можно стирать цветочницы сейчас просто замрут их мозг может взорваться этот цветок не обработан ничем при этом его можно стирать он не испортит своей формы и у него максимально универсальные крепления этот цветок можно носить на ножки как вы видите затем сейчас покажу еще этот цветок можно носить на шее шея как сейчас у меня одета как одета на модели дальше этот цветок хлои можно носить на сумочке вот здесь будет плохо видно на самом деле но я вам он только что показывала да его в прямом эфире он цепляется вот такими креплениями ученики мои все это будут уметь делать все это сделают этот цветок на самом деле уже копирует мне присылают фотографии как его копируют ну это говорит лишь только о том что это очень удачная модель и ее повторяют потому что на самом деле это выглядит очень стильно здесь на фотографии плохо видно черное на черном но в жизни это выглядит очень дорого так при том что обратите внимание девчата это сделано из синтетики из синтетики удалось добиться невозможного этот цветок можно носить как брелок на брюки как брелок на талии украшения талии этот цветок можно носить на руку но на руку я уже не сфотографировала в общем то я думаю что идея понятна его можно прицепить куда вы только захотите итак давайте еще раз остановлюсь на вот этом цветок хлои и здесь мы изучаем технологию идеальное геляширование уникальная технология которая позволяет совместить в себе невозможное давайте перейдем к следующему цветку номер 4 это лебедь черный лебедь так назывался этот цветок но чем хорошо учиться на последующих потоках на самом деле проходит уже время какие-то цветы я вижу что носибельные их часто заказывают и поэтому я их оставляю а какие-то цветы к примеру не заказывают вот так произошло с двумя цветами и поэтому я их не включила сюда в этот курс и так встречаем цветок черный лебедь но лебедь мы его называем лебедь это наш новый топ топ продаж топ заказов для высокой моды его заказывают вот сегодня уехал такой цветок в нежно-розном цвете на мероприятие конкретно вот этот цветок я делала для блогера этот цветок у нас уже несколько раз брали по бартеру на фотосессии этот цветок покупают на день рождения он может быть в разных цветах я вам сейчас покажу еще немножечко леопарда такой цветок обязательно должен быть в вашем ассортименте в портфолио чтобы показать вообще уровень ваших работ профессионализма и так сказать настоящий тренд да Юля настоящий тренд это так же как и джинсы это осенняя тема звериный принт он продолжает продолжать распространяться и осенью тоже еще немножечко вам покажу я просто его очень часто заказываю причем девчат причем на самом деле это очень коммерческий цветок он стоит достаточно дорого пусть вас не пугают эти цифры на самом деле вам они только на руку вот этот цветок стоит 8000 рублей у нас его спокойно покупают без озрения совести почему? потому что этот цветок не на каждый день и тут покупатель осознает для чего он это берет как правило это берут люди уже популярные уже известные им нужно привлечь внимание им нужно стать звездой а за звезду за славу люди готовы платить но в чем коммерческий смысл этого цветка для нас для цветочниц здесь потребуется вам минимум времени совсем немного времени и вы получите максимум результата так же как и с камелии предыдущий цветок там совсем немного материала если здесь материала много то времени немного тратится а в камелии там мало материала но по стоимости камелия доходит до 5000 это нормальная цена абсолютно ну а материалах вы сами понимаете там ну максимум там 200 рублей будет но если хороший твит да то это побольше итак если говорить про коммерческую стоимость вообще этого дела то я вам могу сказать что портные просто нам честно белой завистью завидуют девчата из ростовых цветов белой завистью завидуют потому что они понимают как мало надо тканей да и какая цена у этих дел но сейчас тренд поэтому никому ничего не нужно объяснять нужно просто их делать показывать и вас будут покупать золотое время сейчас для цветов итак я вам показала сейчас леопардовый смотрите лебедь у нас тоже у нас лебедь в двух размерах вот этот лебедь он 25 сантиметров сейчас я вам покажу еще одного лебедя он тоже 25 сантиметров очень люблю его сама ношу мне очень нравится на самом деле белые цветы потому что они освежают они дают торжественности не только мне вот мы недавно были на ярмарке продаж да и там у нас скажу по секрету у нас купили все белые цветы нас купили только белые цветы вот так тебе даже скажу еще честнее будет только белые цветы поэтому посмотрите как эффектно смотрится даже на теплом жакете жакет одет тоже обратите внимание на стилизацию как классно подобраны образы все не просто так все продумано это осеннее настроение это показаны реальные тренды на сегодняшний день как будут носить этой осенью модницы они будут одевать жакет на теплый свитер и сверху цветок девчата если сейчас даже вам кажется что это невозможно это все будет так очень часто на самом деле такое бывает что сначала мне не доверяют что я говорю что буду носить там например на талии а потом все носят на талии цветы я просто говорю чуть раньше чем это происходит вот и все поэтому мы и дом цветочной моды дальше еще раз вам хочу показать этого лебедя нет больше не буду показывать покажу вам лебедя это был лебедь 25 сантиметров а сейчас вам покажу в большем размерчике чуть в большем размерчике 40 сантиметров и цветок этот уже стоит не 8000 он уже стоит дороже так к сожалению а нет вот у меня есть вот здесь были у меня тоже белые все купили да да понимаешь а я в этот раз представляешь опытная такая обувалая казалось бы пришла на ярмарку у меня было белых вообще немного просто вылетела из головы видимо под все подходит да во первых смотрите какие цветы покупают покупают черные белые чаще всего и пудровые но черные не все готовы носить потому что есть ассоциации с трауром пудровые ну как то так непонятно да девочки начинают сразу голову ломать так под какой бы мне это образ подобрать вот тут когда нет готового решения вот на ярмарке что важно кстати в телеграм-канале надо будет понять эту тему да про подготовку к ярмарке потому что сложно покупать на ярмарке когда нет зеркала и нет перед глазами готовых решений тогда они могут купить но зато покупают после ярмарки когда уже успокоились уже все посмотрели и обращаются уже с осознанным решением какому платьишку к примеру создать этот цветочек так я сейчас еще вам покажу буквально сегодня или вчера мы вам должны были показывать как эти цветы находят быстро своих хозяев вот это очень известный стилист в нашем городе прям супер крутышка у них целая команда большая и они обратились ко мне они увидели цветок сорок сантиметров та лебедь которая огромная казалось бы для кого для чего а вот для вот таких компаний для таких фотографов стилистов которым нужны вот такие съемки они просто у нас взяли ну вот конкретно рассказывать про эту компанию они взяли у нас и нам отдадут фотографии интересно конечно интересно потому что я знаю сколько стоит съемка профессиональная съемка у стилиста а тут у меня просто по бартеру взяли и вернули но с этим цветком произошла ситуация что так как блогер стилист популярный то у нее увидели и купили этот цветок вот и все а вот Юля пишет а у нее красный заказывают вот красный видишь как интересно у каждого своя специфика надо подумать у меня наверно у меня наверно пудровые пудровые наверно да заказывают так вот не мерьте на себя не примеряйте на себя не думайте о том что ой а я не люблю большие я не буду носить вы же идете учиться на профессию вы как профессионал должны уметь делать все и маленькие и большие и стильные и вам непонятные цветы для того чтобы показать свое мастерство а мастерство мы будем изучать через разные технологии вот в этом цветке я уже рассказала да будет другая абсолютно технология которая не была в предыдущих ни в одном из десяти цветов не повторяется ни одна технология во всех абсолютно разные технологии разные крепления разные материалы если материал у нас кое-где повторяется то все остальное ни в коем случае так дальше ну что мы с вами перейдем сейчас о это еще не все мы только переходим с вами знаете какому к седьмому цветку мы переходим с вами к седьмому цветку и это у нас и это у нас с вами опять же в осеннем материале это хризантема это хризантема хризантема это цветок еще один любимец женщины вот давайте напишите сейчас вы со мной в контакте какие цветы вы считаете что самую любимую женщину так вот в этом году я уже не знаю что произошло но может быть так и было всегда да я не замечала но на хризантема очень много заказов мы может быть потому что мы показывали всегда что-то такое либо округлое либо пышная округлая как роза пышная как допустим дженнифер пионы да и вот когда мы показали хризантему это был просто какой-то прорыв у нас начали просить какая красота женщины как будто первый раз увидели хризантемы и начали заказывать поэтому девчат не забывайте про хризантему потому что есть женщины которым важны остроконечные еще вот эти силуэты мы же под характер под свой подбираем мы очень разные поэтому хризантемы раньше не было в курсе теперь я ее решила сделать вот в таком вот виде сейчас покажу вам еще на самом деле именно из джинсы она потрясающая абсолютно она может быть как раскрытая так и закрытая там все решается очень быстро в этом материале сейчас покажу вам по ношению тоже есть в разные варианты ношения как ее можно носить здесь конечно это больше такой какой-то фэшн вот я вижу да она напишет пионы розы дженнифер да и вот хризантемка еще нас очень сильно удивила я светлана вижу пишет пионы розы хризантемы вот самые таких три прям хита которые нравятся женщинам дальше 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 сейчас еще вам немножко покажу ношение на поясе да просто джинсовый ремешочек пришивается и все но я вам хочу показать еще как сильно меняется вид цветка в зависимости от материала одна и та же технология все абсолютно одинаковое но мы просто изменили материал и конечно же добавили окрашивание на этом цветке мы будем изучать градиент градиентное окрашивание когда нам хочется углубить взгляд в центр цветка и создадим этот цветочек эту хризантемку из шелка из натурального шелка то есть на этом уроке мы поработаем уже с другими материалами мы поработаем с окрашиванием градиентное окрашивание мы поработаем с новым инструментом материалом да уже начинаю заговариваться итак это хризантема это был седьмой урок и сейчас мы перейдем к восьмому он максимально так хочется попробовать поработать джинсой Луиза прямо сейчас я знаю ты легкая на подъем прямо сейчас заканчивается эфир побыть со мной до конца чтобы узнать что я приготовила я знаю что Луиза это моя ученица с первого потока я представляю каково сейчас смотреть Луизе когда она вообще решилась одна из первых прийти на этот поток я еще сама была совсем молодым преподавателем да Луиза просто пошла на доверие и как сейчас Луизе видеть какие возможности я даю своим ученикам на четвертом пятом потоке я дала возможность быть преподавателями вот и Луизе тоже дала возможность конечно же я даю это всем своим ученикам но я четко отдаю отчет себе в своих возможностях временных я это все контролирую сама для того чтобы давать обещания я прежде чем давать обещания я осознаю смогу ли я это выполнить поэтому я стараюсь меньше говорить да если у нас получается если будут запросы от шестого потока на преподавание дам но я все-таки приготовила что-то другое для шестого потому что 1, 2, 3, 4, 5 потоки им я помогаю становиться преподавателями теми кто захотели отучились им нравится и хотят сделать дальше шажок потому что Луиза сейчас подтвердит когда ты уже отучился ты умеешь делать у тебя все классно все получается и вроде как у тебя все раскупают это продолжительное время все равно хочется все равно хочется идти дальше и вот Луиза у нас уже стала преподавателем и она в Тюмени преподает по урокам дома цветочной моды курсы и обучают девочек делать цветы поэтому если вдруг кто-то есть из Тюмени и вы прям очень хотите именно оффлайн пишите наша школа есть и оффлайн также я прям сейчас вот а Юлия прям сейчас работает джинсой так вот Луиз заканчивается эфир ты идешь берешь джинсы которые тебе уже надоели или дочкины да или там мужа джинсы вообще наверно классные будут у мужчин как правило настоящие такие прям классные плотные поэтому из них будет очень красиво цветок идешь и обрабатываешь его ПВСом никаких там особых особенностей я тебе хочу сказать нет концентрации тем более ты все это на ощупь поймешь и делаешь цветок обещаешь а пока ты обещаешь я знаю что ты это сделаешь я перехожу к следующему уроку с непривычки девчата извините давно я не была на прямых эфирах надо же все таки выходить часе так мы с вами переходим к восьмому цветку всего их будет десять на курсе и это у нас с вами будет Ванесса это самый большой цветок это цветок диаметром 50 сантиметров но еще он уникален тем что я здесь разработала трансформацию это цветок трансформер цветок который одним движением трансформируется из маленького 25 сантиметрового пиончика в огромного для кого здесь у нас мы работаем уже во-первых с огромными размерами во-вторых вот с такой вот трансформации с возможностью трансформировать вы это будете использовать и потом вам эти знания пригодятся мы работаем с новыми инструментами здесь у нас по-моему две или три насадки новых используется здесь три вида тканей ну и вообще конечно же умение крепить такие большие цветы они всегда вам пригодятся итак дальше вау кто-то пишет это в большом размере это в большом размере 40 сантиметров а я сейчас покажу простите 50 все целых 50 сантиметров мои ученицы с 4 5 потока уже сделали у всех все получилось девчата то есть все уже обработано у всех все получается вот он этот красавец для кого он подходит он подходит не поверьте я думала она на самом деле пойдет на свадьбу беременные беременные девушки заказывают правда почему-то ни одной фотографии нет может быть это какая-то вот особенность пока может малышка не родится да или еще что то но я не знаю может быть со временем они к нам придут но пока у нас мы только вот отдаем но фотографии не видели поэтому на свадьбу можно можно скромсать шторы и сделать пион ванесса красотища какая можно скромсать шторы Луиза тебя никто не накажет только тебя похвалят я думаю дома итак да ты права потому что материала здесь уходит очень много просто нереально много а мы все это отправляем своим ученикам более того здесь шелковая органза здесь не простая какая-то вуаль здесь шелковая органза здесь шелковый хлопок и мы все это абсолютно отправляем нашим ученикам чтобы никто не грел голову где что искать литоны все это абсолютно все инструменты материалы мы предоставляем давайте же я вам покажу самую маленькую ванессочку она вообще потрясающая то есть как было дело я вам сейчас расскажу как родилась ванесса я начала делать пион сначала я его сделала там где-то 15 сантиметров мне показалось что это маловато мне захотелось больше пышность еще еще я начала его множить начал добавлять лепестков потом он смотрите какая красота потом он дорос у меня до размера 25 сантиметров вот и мне так хотелось его зафиксировать вот на нем остановиться он мне так понравился он и на талии хорошо он и на брошке хорошо да он везде хорошо смотрится но хотелось дальше по-моему какой-то заказ пришел на пион то есть я сделала этот и следом пришел еще один заказ и поэтому я не хотела расставаться я решила что если дорастить вот так и родилась эта идея на самом деле что если дорастить но придумать систему да как это делать систему придумывать вообще моя любимая вещь вот смотрите какая это красавица ванесса девчонки ее просто обожают она нереально воздушная она очень красивая она прям свадебная то есть такой цветок белоснежный свадебный он тоже должен быть для того чтобы вы могли и невест также привлечь к себе свадебных стилистов также привлечь к себе итак это у нас ванессочка теперь я показываю девятый и еще десятый цветок сейчас сразу проговорю ну вот для всех этих цветов которые я проговорила мы высылаем инструменты материалы краски проволочек каждую тычиночку все что сюда требуется у вас все придет а вот для следующих они идут бонусами девятый и десятый цветы я дарю уроки да то есть не дарю вы покупаете эти уроки но инструменты материалы там в девятом там вообще не нужны инструменты по этой причине мы не отправляем а в десятом там просто такое многообразие что я решила вам оставить и вы сами можете докупить он будет последним поэтому вы уже сами там решите итак девятый цветок и это цветок для партных цветок который нужно шить это цветок который также могут заказ потому что мы рассматриваем уже все технологии поэтому и мягкие технологии тоже будут технологии изготовления цветов без инструментов и материалов потому что к нам приходят из разных сфер заказчики кому-то нужны просто без проволочек без обработки просто мягкие совершенно вот приближенные там к силуэту вашего костюма у нас будет вот такой цветок прям с поясом все подробно все понятно этот урок создавала не я я обратилась к шьющему стилисту имиджмейкеру чтобы она создала этот урок потому что я не портная могу сразу сказать я очень часто с ними общаюсь заказываю но вот этот вот мастер-класс я попросила снять максимально простым языком для вот чтобы я поняла никаких оверлогов но нам дали вариант как и с оверлогом и без оверлога то есть девчонки есть вот такой урок он понятный инструменты и материалы здесь инструменты здесь не нужны поэтому ткань вы купите ту которую вы хотите либо прислушаетесь к рекомендациям нашего шьющего стилиста Анны Федоровой на фотографии как раз Анечка она мы с ней снимали недавно урок про то какие цветы как правильно сочетать цветы как красиво сочетать цветы да и как то меняет если хотите можете посмотреть у нас на ютуб канале и так это 9 цветок и 10 цветок девчата это пион вот урок по этому пиону у вас будет он будет у вас последним скорее всего я сейчас хочу вам показать многообразие пионов которое просто сделала одна ученица я не стала сюда все их приносить вы просто посмотрите какие по одному уроку девчонки особенность этого именно урока этого цветка создают настолько разные цветы что вот для него материалы я не отправляю есть урок по желанию вы можете купить красочки вы можете я подскажу какие материалы естественно сколько нужно вы можете в конце докупить либо вы можете сделать из своих вы уже будете максимально профессионалами концу курса вы можете это сделать из любых тканей вот здесь маша комбинирует это маша моя ученица с четвертого потока это все пиончики это ее любовь это ее страсть поэтому я решила здесь именно ее цветы собрать но на самом деле в каждом потоке девчата делают очень красивые пионы и особенность еще раз повторю этого цветка в том что он у всех получается разным и так это 10 это 10 цветов которые будут на нашем курсе ой и так чуть я не завершила эфирчик случайно и так давайте дальше приступим что я хотела вам показать задавайте вопрос я пока расскажу про инструменты материал я знаю что этот вопрос интересует многих а вообще инструментов и материалов мы отправляем огроменную коробку вот просто огроменную коробку где у вас в красивых коробочках у каждой девочки я сейчас не дотянусь у каждой девушки будет маленькая коробочка в которой будет подписано там будут лежать все необходимые инструменты все необходимые материалы просто эстетика невероятная даже того что вы получите как королева все у вас будет лежать по полочкам вы будете только ждать начало курса никуда бегать не надо девчонки ни с какой японии заказывать что-то там непонятно и годами ждать это может быть и не дождаться терять свое драгоценное время а просто из любви к себе открыть эту коробочку и получить все что для вас приготовили на самом деле с большой заботой чтобы вы получали только удовольствие чтобы вы только кайфовали чтобы только один результат был один хороший результат на это настроен весь курс поэтому наверное такие результаты есть у моих учениц посмотрите обязательно кейсы моих учениц приходите к нам в телеграм-канал мои ученицы часто делятся они пишут о том какая у нас группа поддержки как у них все получается на самом деле уже никто не пишет о том что они завалены заказом уже их это не волнует они уже привыкли к этому на самом деле поэтому вот я жду с нетерпением шестой поток группа уже набралась на самом деле у нас уже там около десяти человек и теперь скоро перейдем к самому главному будет одна хорошая новость одна не очень вот у нас Женечка из Таиланда как раз ученица уже шестого потока у нас там будет девушка из Киргизии девушка из Таиланда девушка из Англии простите я еще не все имена помню пока что потому что я настроюсь уже когда вернусь из отпуска группа формируется и вот эти все инструменты и материалы как там посылка дошла не дошла поэтому если вы вдруг иностранец то поторапливайтесь вот Женя начала еще с весны мы отправили ей и вот посылка еще идет если вы иностранец буквально там мне кажется считанные днечки чтобы вы еще могли туда вступить и то уже посылка придет позже вам придется сильно догонять я не думаю что я дам большой задел скорее всего вы попадете только уже в седьмой поток если вы из дальнего зарубежья вот потому что без материалов делать нечего максимум на один урок вы что-то найдете материалов а больше нет потому что наши товары уникальные для цветоделя мы единственные производители здесь в России за границей это только Япония но и то в Японии не все есть а мы производим прям вообще все-все-все-все-все в доме источной моды и конкретно для этого курса тем более только мы создаем в нем вот все есть